приветствую вас друзья с вами проект идеальная свадьба советы профессионалов и сегодня мы постараемся разобраться во всех вопросах связанных со свадебными организаторами лидия малкина это организатор это основатель свадебного агентства семейные ценности скажи пожалуйста а как в сфере организаторов определить что передо мной профессионал если может быть какие-то типичные фразы которые покажут что передо мной профессионал я не могу сказать что есть типичные фразы я бы сказала что есть некое поведение человека который может организатора который может вам сказать что у вас могут быть проблемы я думаю что если молодожены приходят на первую встречу с организатором они говорят что-то но их не слышат и не слушают а например предлагаю что-то свое безостановочно не учитывая специфику пары могут быть проблемы представим молодожена говорит окей у нас будет отличная свадьба у нас будет много гостей много молодежи мы хотим зажечь и нам нужна группа и танцы организаторы отлично а давайте обсудим декор как он будет выглядеть вот вы войдете в зал тут будут цветы мы видим две разных позиции люди к это об одном организатор говорит о другом когда вы пришли на первую встречу с организатором вы должны понять что вас заинтересованы вас слышат и хотят вам помочь мне кажется это самое важное лидия мы узнали как определить профессионала определенный признак он слушает он пытается вникнуть нашу ситуацию есть ли какие-то признаки которые могла бы нам рассказать как понять что передо мной точно не профессионал знаешь как такой звоночек тревоги как красная лампочка в автомобиле что проверьте двигались что-то не так лучше остановиться что может быть не так как мы это поймем для меня наверное это если человек говорит да 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 и совсем соглашается он все согласен на все как у него получится нет своего мнения он не ду он пытается получить работу и совсем согласен а также если например молодожены задали какой-то вопрос и на него сразу отвечают иногда некоторые вопросы требуют обдумывания если вам например человек сказал что на этот вопрос я сейчас не могу дать вам ответа но вам расскажу позже это не говорит о том что человек не профессионал потому что человеку может надо подумать собрать информацию может быть вы задали ему такой вопрос который действительно требует консультации со специалистами поэтому профессионал он перед тем как ответить на вопрос он подумает то есть это такая честная позиция не говорить оба что да и не брать заказ то есть я так понимаю если есть что то что ты конкретно как организатор понимаешь что это неправильно ты не будешь молчать ты скажешь что это неправильно даже отстаиваю свою точку зрения если человек продолжает настаивать на свое мнение но ты видишь что она ошибочная что она проигрышная все-таки в какой-то момент согласишься клиент всегда прав или лучше чтобы у него было хорошее качество а плохо я делать не буду пусть плохо сделает другие я не буду нести принимать участие в том что заведомо получится плохо это очень сложный вопрос который достаточно часто возникает в свадьбах потому что потому что приходит человек он непрофессионал но он думает что он знает очередь постараюсь убедить рассказать все подробно я за честные открытые отношения с клиентом лучше я скажу как есть но потом на меня не посыпется шишки за то что вот вы нам не сказали а этого делать было нельзя я постараюсь убедить если человек активно настаивать на своем я ему объясню окей допустим мы делаем как ты хочешь но в этом если это применимо какого-то конкретной ситуации я снимаю свою ответственность это очень сложно для нас как организаторов снять ответственность каком-то деле но приходится лидия скажи пожалуйста как подготовиться нашим молодоженам будущем ко встрече со свадебным организатором что нужно рассказать о себе о чем подумать заранее заранее нужно подумать в первую очередь сколько гостей вас планируется потому что свадьба на два человека на 30 гостей на 100 это в первую очередь разная свадьба и самое главное нужно быть честным и открытым если у вас есть уже какие-то пожелания озвучьте их сразу не надо ходить вокруг да около пытаясь чтобы свадебный профессионал любой неважно это организатор фотограф или декоратор догадается если у вас есть пожелание скажите об этом сразу я за честно спасибо большое какие ошибки могут допустить молодожены выбирая организатора на свою свадьбу что можно сделать не так я думаю что самая главная ошибка которую могут допустить молодожены пара это выбрать не своего человека потому что с пары мы проживаем не побоюсь этого слова все время подготовки к свадьбе и если это будет не ваш человек который не не видит свадьбу так же как вы и не чувствует ее также вы должны быть на одной волне энергетически это тоже очень важно если выбрали не своего человека не человека с которым вам комфортно это будет главной ошибкой все остальное решаемо поэтому выбирая агентство в первую очередь выбирайте человека который будет вам помогать действительно многие в разных сферах говорят об этом все специалисты как один утверждают что нужно найти своего человека дай мне пожалуйста напоследок если получится может быть несколько советов как убедиться что перед нами наш человек тоже сказал что он должен нас слушать он должен быть честным и открытым с нами если какой-то еще секретный момент на самом деле такой секретный момент есть представьте что вы пришли навстречу с человеком которого вы еще ни разу жизни видели возможно вы говорили с ним по телефону вы садитесь пьете чай кофе как происходит ваша беседа легко непринужденно или вы стараетесь подбирать слова и думаете господи когда же это закончится это наверно самый простой момент легкость легко легкость общения да она очень важно спасибо дорогие друзья это советы профессионалов проект идеальная свадьба и сегодня в нашей студии была лидия малкина организатор и основатель свадебной студии семейные ценности лидия дала потрясающе важные советы и помогла разъяснить все тонкости и моменты выбора свадебного организатора лидия спасибо тебе огромное меня что пригласили спасибо да мне бы напоследок хотелось традиционно попросить обращаясь в камеру к нашим зрителям что-то им пожелать может быть что-то самое самое главное что хочется сказать в этот момент я хотела бы пожелать всем будущему до жена в первую очередь любви без нее никак и понимание друг друга умение слышать друг друга и слушать друг друга это очень важно ну и конечно даже и до свадьбы золотой горько горько спасибо